Депутат Государственной Думы Светлана Максимова продолжает проходить лечение в областной клинической больнице. Сейчас она себя чувствует намного лучше. Об этом парламентария рассказала по телефону нашему корреспонденту, отметив профессионализм врачей ОКБ. Напомним, что в конце прошлой недели Светлана Максимова в очередной раз посетила Калининскую ЦРБ. Это одна из клиник, куда госпитализируют зараженных коронавирусом. В тот раз депутат привезла защитные костюмы для медперсонала. И вскоре после визита она сама почувствовала себя плохо. Госпитализировали депутата Госдумы в областную клиническую больницу. Согласно приписке к этому медучреждению, так как она прописана в одном из районов Верхней Волжья. В ОКБ на Светлану Максимову большое впечатление произвела самоотверженная и добросовестная работа персонала. По ее словам, все медики, взаимодействующие с коронавирусными больными, экипированы в спецодежду, работать в которой очень тяжело. Несмотря на это, врачи уделяют максимум внимания каждому пациенту. Я очень благодарна нашим врачам. Спасибо большое. Я вижу, как они здесь борются за каждую жизнь, за каждого человека. Не важно, кто передел. Сейчас Светлана Максимова чувствует себя уже лучше. Тем не менее, она призывает всех земляков не пренебрегать рекомендациями Роспотребнадзора, тщательно соблюдать режим самоизоляции и меры предосторожности. Особенно это актуально, если вы имеете контакты с потенциальными вирусоносителями или вынуждены посещаете места общего пользования. Тут даже, казалось бы, самая малая оплошность – ненадетые перчатки, маска или защитные очки – вполне может стать реальным путем для заражения опаснейшим вирусом COVID-19. Причем это касается всех граждан, вне зависимости от возраста. Ведь, по словам депутата, в палатах с коронавирусными больными становится все больше молодежи, и течение болезни у них тоже нередко проходит в тяжелой форме. Наш телеканал желает Светлане Максимовой скорейшего выздоровления и надеется, что ее опыт послужит уроком для тех, кто все еще пренебрегает мерами профилактики и полагает, что новый коронавирус – это что-то из области фантастики.